Вот уже несколько дней эта женщина живет на успокоительных. Наталья переживает за супруга. Неделю назад ее мужа Андрея Мелехина избили сотрудники ФСБ. Мужчина возвращался с работы, когда его служебный автомобиль буквально прижали к обочине два ведомственных Вольсвагена-транспортера. Первая машина ехала с мигалкой, он ее пропустил. И я так понял, что он за ней приступил. А вторая машина была в сопровождении, по-моему. И что там как получилось? Факт, что его машину подбили служебную. Рабочий-кадиллак супруга, говорит Наталья, догоняли и зажимали специально, чтобы тот остановился. Тем, кто был в машинах со спецномерами серии АМР, не понравилось, как Андрей совершает маневры на дороге, считает женщина. Они его выволокали из машины, избили, в общем, провоцировали, чтобы он ударил. Но Андрей только успевал уворачиваться от ударов. ФСБшники знали, как и куда бить, говорит Наталья. На теле мужа практически нет следов насилия. К тому же многочисленные побои сопровождались угрозами. Он говорит, даже вот они стоят, говорит, что я говорю, да, наркотики подбросил сейчас. Он говорит, я быстро, говорит, у него брелок, вот машину в кармане. Он говорит, я раз машину закрыл. Свои угрозы сотрудники военной части Центра специального назначения ФСБ России в жизни притворили. Но вот в ДТП обвинили Андрея. Прибывшие на место аварии полицейские подтвердили. Виновник водитель Кадиллака. Мужчине грозит штраф. Семью Мелехиных беспокоит не это. Домочадцы, которые сейчас живут без главы семьи, Андрея в командировке, боятся за свое спокойствие и жизнь. Именно по этой причине Андрей Мелехин не стал подавать в полицию заявление о побоях. Ирина Воронцова, Александр Мельник, LifeNews.